Ну а сегодня, 21 октября, празднуют день рождения многие известные люди. Например, американская дива, человек, который не вылазит из экрана, из различных реалити-шоу, Ким Кардашьян. У нее еще сейчас есть приписка Кимберли Ким Кардашьян Уэс, потому что она вышла не так давно замуж за известного, очень рэп-исполнителя Кенни Уэста. Да, безусловно, известная дама и лавры светской львицы не дают покоя многим девушкам, в том числе и нашему корреспонденту Арине Ростовской. И сегодня, в честь дня рождения Ким Кардашьян, Арина решила примерить на себя образ светской львицы. Давайте узнаем, как все происходит. Арина, ну что, с чего вы начинаете? Что самое главное в образе Кардашьян? Это нам, собственно, и предстоит выяснить. Рядом со мной стоит Надежда. Надежда, вы знаете, что Ким Кардашьян сегодня исполняется не много, не мало 3-4 года. Ну, конечно, да. Она не молода. Да, вот как вы считаете, это вот то, что она хорошо выглядит, это результат спорта и правильного питания, или все-таки макияж делает свое? Ну, безусловно, не надо все-таки, да, забывать о том, что питаться нам тоже надо правильно, и за кожей ухаживать правильно. Но и макияж, конечно, он тоже свое дело делает. Опять же, да, мы это видим. Ну, вот сегодняшняя наша с вами цель встречи, это заставить Кенни Веста все-таки посмотреть Live 78, убедиться, что Ким Кардашьян, она не только та, которая рядом, но она может быть и здесь. Потому что чудеса макияжа должны сотворить свое. Итак, у нас на экранах, на экранах моего планшета сейчас Ким Кардашьян, и нам предстоит выяснить, что же все-таки она использует, что подчеркивает. Она подчеркивает скулы, да, Надежда, что еще она делает? Значит, безусловно, она подчеркивает скулы. Вообще, она сама по себе смугленькая, да, насколько вы видите, она любит загорать, но при всем при этом она очень любит подчеркивать свою естественную красоту. То есть у нее вот в макияже один акцент, в основном это на глаза, да, она любит глаза свои подчеркивать, яркие. Что она обычно использует? Так как она сама по себе темненькая, глазки у нее темненькие, тени мы будем использовать только, ну, скажем так, бронзовые, золотистые, коричневатые, все, чтобы подчеркнуть именно природную ее красоту. Обязательно накладные ресницы, без них она, по-моему, вообще себе жизни не представляет, то есть это прям, ну, просто хит. Брови у нас будут здесь натуральные, достаточно широкие, чуть-чуть мы просто утолстим природную форму и все остальное оставим как есть. Угу, я так заметила, что губы она не очень любит подчеркивать, то есть губы у нее преимущественно нейтрального цвета, тонального. Да, да, губы она предпочитает как раз натуральных оттенков, хотя в праздничных макияжах она может и красный использовать. Вот она какая, Ким Кардашьян, вот, вот эта женщина. И мы собираемся вот эту женщину, которую вы видите на экранах, превратить в вот эту женщину посредством макияжа. Получится у нас это или нет, узнаем совсем скоро. Пока давайте посмотрим на палитру тех красок, которые мы будем использовать. Как я понимаю, вот эти сочные оттенки мы ни в коем случае не используем. Мы используем в основном какие-то вот нюдовые, да, как правильно говорить. Нюдовые коричневатые, то есть у нас будет использоваться вот эта палитра. Нужно показать, да? Да, конечно, показывайте, не стесняйтесь. У нас будут, ну, то есть вот, в основном коричневые цвета, у нас будут золотистые цвета. Мы просто посмотрим уже, да, что лучше подойдет глазам, чтобы это было максимально похоже. Друзья, мы еще вернемся к нам, мы еще вернемся, покажем предварительный результат, а также приднем в студию вместе с Надеждой для того, чтобы раскрыть эти и другие секреты макияжа. Арина, ну что ж, как тебя можно назвать, Арина или уже Ким Кардашьян? Арина Кардашьян, я думаю, очень даже подойдет. Друзья, я на самом деле являюсь приверженцем такого естественного макияжа, поэтому то, что происходит сейчас с моими глазами, бровями и моим лицом, для меня, конечно, непривычная такая терапия. Ну вот что скажете, что скажет мастер? Вы продолжайте и говорите. Ну, все, что я скажу. Тут уже сказать-то нечего, вот, потому что сами понимаете, что фото, оно очень сильно цвет съедает. То, как это выглядит на самом деле, как это выглядит на фото, это две разные вещи. Поэтому сейчас мы максимально приближаем Ким Кардашьян, то есть вот мы уже сделали ресницы, мы уже накрасили глазки, сейчас будем тонировать уже лицо и... То есть вы понимаете, что камера плюс еще и съедает очень много цвета, то есть то, что вы видите на своих экранах, это еще не то, что в жизни. Это половина, это ровно половина того, что есть в жизни, да, совершенно верно. Мы уже успели подчеркнуть глаза, мы знаем, что Ким Кардашьян очень любит подчеркивать верхнее веко, нижнее веко. Ну, в общем, все, что только есть, да, и обязательно стрелки, то есть мы уже нарисовали стрелки, у нас уже все есть. В общем, сейчас мы вот чуть-чуть подтонируем лицо, подправим, добавим румян и уже к губам приступим. На самом деле только наши зрители могут судить вообще, что у нас получается. И когда нет слов, это не всегда хорошо, мне кажется. Нет слов, может не быть слов и от того, что у нас тут какая-то красота не бывала, и от того, что здесь творится просто ужас какой-то, какая-то просто ужас неестественной красоты. Ну, собственно, да, все будет на самом деле хорошо, просто сейчас пока непонятно, да, что мы еще сделали до конца. Продолжаем, продолжаем, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Чудеса кистей. Обратите внимание, сколько у Надежды кистей. Вот у меня дома есть, я честно вам признаюсь, я девушка, но у меня есть дома вот там 2, максимум 3 кисточки. Обратите внимание, что у нее кистей достаточно много, каждая для своих каких-то мест, да, для своих целей предназначена. Мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем как раз коррекцию лица, то есть мы высветляем те зоны, которые любит высветлять Ким, и затемняем те зоны, которые она любит затемнять. Среда полдесятого. Да, а мы уже затемняем. Мы делаем коррекцию лица. Да, мы делаем коррекцию лица. Если бы я знала, что мое утро начнется так, то я думаю, что я бы начала это утро несколько иначе. Ну что ж, а вы расскажите, пожалуйста, какая кисть предназначена для чего? Я чувствую, что вы сейчас взяли кисть жесткую. Я взяла сейчас синтетическую кисточку, ей мы будем наносить тональное средство. Я вот что хочу сказать. Для всех тех мужчин, которые сейчас включили экраны телевизоров и не понимают, что происходит, почему они включили телеканал, на котором красят женщины, я хочу сказать, что женщины красятся в первую очередь для того, чтобы понравиться вам, дорогие мужчины, для того, чтобы вы готовили ужин, для того, чтобы вы дарили своим дамам цветы, для того, чтобы вы их водили в ресторан и просто дарили какие-то маленькие сюрпризы. Поэтому вот весь тот ужас, который происходит сейчас на ваших экранах, все это для вас и для тебя, Кэнни Вест. Если ты сейчас наш слышишь, поздравь свою жену с днем рождения и скажи, что она у тебя самая прекрасная и без всякого макияжа. Вот, это то, что я хочу сказать. Надежда, вы солидарны с тобой? Конечно. Передайте, пожалуйста, привет Кэнни Весту. Я уверена, он сейчас смотрит на нас. Кэнни Вест, мы с тобой. И это все для тебя. Арина, на самом деле, ты и без грима в стиле Ким Кардашьян все равно красотка. Мы с нетерпением ждем тебя в студии. Доброе утро, друзья. Вы смотрите Live 78. Мы работаем в прямом эфире. 9 часов 40 минут. Хорошего вам дня и представляю наших гостей. Это, я не знаю, вы догадались или нет, Ким Кардашьян? Да? И Надежда Топникова, стилист, которая попыталась превратить нашего корреспондента Арину Ростовскую в Ким Кардашьян. Но повод у нас есть. Сегодня у Ким Кардашьян день рождения. Мы решили, что попытаемся, попытаемся тоже внедрить в нашу студию светскую львицу. Надежда, расскажите, пожалуйста, как вы оцените свой работ? Слушайте, я прошу прощения, светская львица по имени Арина Ростовская, она может как-то прокомментировать вообще? Каково ей вамплуа Ким Кардашьян? Расскажите. Можно я скажу? Я могу сказать единственное, девушке, не наносите на себя много косметики, потому что это как минимум тяжело, кожа не дышит. И во-вторых, все-таки, естественно, макияж это гораздо лучше. То есть непростая, непростая работа. Во-первых, да. Быть теледивой, светской львицей. Ким ей явно непросто, потому что на ней вот такой вот слой тонального крема, поэтому если я похожа, хорошо, но я такое в обычной жизни повторять не буду. Это все, спасибо, Надежда, по-моему, слово. Да, Надежда, расскажите, пожалуйста. Надежда, Надежда, вот что главное было для вас сделать с Ариной, чтобы она была похожа на Ким Кардашьян? Главное, конечно, было ей подчеркнуть глазки, увеличить ей ресницы еще больше, потому что без этого, говорю, просто образ Ким Кардашьян не существует, да, то есть она любит очень ресницы. Обязательно бровки подчеркнули, и мы высадили лицо. А ресницы вы приклеивали? Обязательно, да. То есть у нее есть дополнительные реснички. Вы понимаете вообще, что со мной произошло? Ну да, чтобы у нее были еще больше глаза. И мы обязательно прокрасили нижние ресницы еще в три слоя, чтобы было еще больше. Ну, выразительные глаза вообще это красиво, это то, к чему многие девушки стремятся. Привлекать внимание. Я вот, например, не могу оторваться от твоих глаз. Давайте послушаем мужчину, мужчина в студии, пожалуйста, скажите, что вы думаете? Мне нравится. Ага, хорошо. Спасибо. Я шучу, на самом деле, очень классно, потому что вот когда ты вошла, мы сразу поняли, что вот если, ну, лично мне кажется, что вот верх лица, он очень похож, я имею в виду вот так, да, вот если смотреть вот так, то вылитая Ким Кардашьян. Потому что, конечно, я не знаю, может, у нее щечки побольше, у Ким-то она все-таки это... Побольше? Да, побольше, покрупнее тебе, да, а вот верх лица прям копия. Так что я знаю, как мы с тобой потом будем фотографироваться. А хорошо, обязательно, сделаем селфи после эфира обязательно. Надежда, скажите, пожалуйста, вообще вот такая задача для стилиста. А сделайте-ка из меня Ким Кардашьян или там, не знаю, Ким Бэйсинджер или любую другую звезду. Сложно ли браться за такие вот задачи? Ну, безусловно, сложно, потому что все равно каждый человек, он индивидуален, да, и ты не можешь повторить вот прям один в один. То есть ты будешь подчеркивать все равно те достоинства человека, которые, ну, скажем, нужно подчеркнуть, да, и убирать то, что нужно убрать. Но, безусловно, какие-то можно находить черты, там, например, нос похожий, там, или глаза похожие, или какие-то там, не знаю, даже можно цвет глаз поменять, да, линзы вставил, все, ты уже другой человек. Поэтому, в принципе, какие-то черты можно обыгрывать, но прям вот копию один в один сделать, это уже гримерно. Какой, может быть, вспомните какой-то образ, который вы вот исполняли, кого-то преображали? Что было самое сложное, или, может, какая-то самая интересная работа? Ну, даже трудно так сказать, потому что я в основном все-таки работаю, ну, с обычными людьми, да. То есть у обычных людей все-таки не часто бывают просьбы. Мне кажется, у надежды сложная работа делать из людей людей. Да, но не просят вас, да, превратить, или хотя бы сделайте меня похожей, там, не знаю, на Мерлин Монро. Ну, очень часто просят, ну, Мерлин Монро, это вообще такой типаж, да, достаточно классический, то здесь берется блондинка и делается, да, то есть тут блондинка, стрелки, помада, парика, все хорошо, да. Да, 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 да. Чаще просят как? Вот показывают фотографии из интернета, говорят, я хочу вот такой макияж, вот только такой, один в один. Ты делаешь один в один, человеку не нравится, то есть он говорит, я себя таким вообще не вижу. Но когда ты добавляешь уже что-то свое, что идет конкретно ему, тогда уже все сразу здорово и замечательно, и человек сразу себя комфортно чувствует. Людям нужно все-таки оставаться собой в первую очередь. Да, 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 не надо никого быть похожими. И смотреть на себя, да, как-то выявлять свои лучшие стороны, худшие стороны и пытаться подчеркнуть свои достоинства. Да, я так понимаю, что в образе Ким Кардашьян тебе не очень комфортно. Ну, конечно, да, я уже подчеркнула это тем, что мне некомфортно с таким слоем. То есть в реализации шоу принимать участие не будешь? Нет, вы знаете, как-то нет. Я вдумала-думала, но передумала, все-таки, наверное, не буду принимать участие. Уже, наверное, звали, увидели, вот, нам точно нужно. Да, да, да. Так что, Кенни Уэст, если ты сейчас нас слышишь, люби свою жену, потому что другой такой нет, она такая единственная и неповторимая. Никакая Арина Ростовская не будет выглядеть так же, как Ким Кардашьян. Это то, что я хочу сказать. А теперь нам нужно это Кенни Уэст перевести все, но мы это сделаем чуть позднее. Спасибо, девушки, спасибо, Надежда, спасибо, Арина. Иди умывайся, да. Нет, нет, сначала фото. Да, сфотографируйся с пакетом. Да, сфотографируйся с пакетом и умывайся, да. Спасибо вам огромное, хорошего дня в любом случае, как бы там ни было.